Если бы в 13 лет мне кто-то сказал, что я раздам миллион долларов в одном видео, я бы не то что не поверил, я бы даже не знал сколько это вообще. В то время для меня и 50 баксов было много. Я из простой семьи из маленького городка в Северной Каролине. Рос с братом, воспитывала нас мама. Ничего особенного. И как бы странно сейчас это не звучало, когда я был моложе, мне очень не нравилось находиться рядом с людьми. Я был закрытым, но в то же время настырным. И когда мне что-то нравилось, это просто поглощало мою жизнь. Моим первым таким поглощающим увлечением был бейсбол. Я не хотел заниматься ничем другим, но первый мой выход на бейсбольное поле, на обычную тренировку, был самым неловким моментом в жизни. Я вообще не знал, как общаться. Я был очень застенчив, ничто в мире не могло заставить меня первым завести беседу. Это было чем-то невозможным. Вторым моим увлечением был YouTube. Это было все, что я тогда смотрел. Мне очень хорошо запомнилось одно видео из тех времен, где один из моих любимых ютуберов сказал, что бросает работу и будет зарабатывать только на YouTube. Это было до того, как началась вся эта шумиха вокруг блогеров. Многие даже не знали, что на YouTube можно зарабатывать деньги. В общем, после этого видео, мне тогда было 12 лет, у меня в голове все перевернулось. Я подумал, подожди минутку, можно зарабатывать деньги просто снимая видео. Я такой, блин, это же круто, я однозначно хочу этим заниматься. Это одно из моих первых воспоминаний о моем пути ютубера. Посмотрите, разве это не прекрасно? У меня скоро будет 9000 подписчиков. Вот такие видео я снимал, когда мне было 14 лет. А потом, когда мне было 15, мне поставили диагноз болезнь Крона. Это было довольно тяжело. В основе этого заболевания лежит воспаление кишечника. И так как он воспален, то не может хорошо перерабатывать пищу. Плюс сам процесс сопровождался сильной болью. Было такое чувство, как будто кто-то проводит ножом по твоему животу. В итоге я не мог нормально питаться и ел очень мало. Я похудел с 80 килограмм до 63. Я помню эту цифру, потому что это был мой самый низкий вес. И при росте метр девяносто я был похож на тонкую хрупкую веточку. Я имею в виду, я едва мог встать с кровати. У меня не было сил ни на что. Я даже не хотел ходить в школу. Я просто ненавидел свою жизнь тогда. Я был очень несчастен. Возможно, я бы продолжил играть в бейсбол в колледже, но болезнь Крона определенно изменила траекторию. И я такой, окей, с бейсболом покончено. И тогда я просто залип в ютуб. Я был одержим. Моя застенчивость, неразговорчивость, отсутствие уверенности в себе были большими препятствиями в моем становлении, но снимать видео оказалось проще. Плюс я очень это любил. Да, я не любил разговаривать с людьми, но снимать видео это другое. Я был в полном одиночестве, снимал целыми днями и привык к этому. Я так это полюбил, что уже не представлял жизнь без ютуба. Когда я только начинал, у меня был очень хреновый ноутбук. Кажется, мой брат получил его на Рождество, и в итоге я просто забрал его и пользовался. Я не знал, как монтировать, как настраивать цвет и регулировать звук. Я вообще ничего не знал. Не было ни хорошего оборудования, ни денег, чтобы его купить. Я просто брал и делал на том, что есть и как есть. Главное, чтобы это видео воспроизводилось. Первые несколько лет я, конечно же, ничего не зарабатывал на ютубе. Чтобы получить рекламу, нужно было быть очень известным. Я был просто неинтересен людям. Многие из моих ранних видео были реально отстойными. Не было такого дня, чтобы я не переживал по этому поводу. Я много работал, но чувствовал, что ничего не получается. Но я думал, что если я буду делать это достаточно долго и регулярно, в конце концов все получится. Я не знаю, почему у меня тогда был такой образ мышления, и я не бросил все это. Наверное, потому что я очень любил это. Поэтому я не мог остановиться. Меня всегда тянуло к этому. Я не представлял, чем я еще буду заниматься, если не ютубом. Одной мысли о том, что однажды я своего добьюсь, было достаточно, чтобы я был счастлив. Плюс я не хотел поступать в колледж. Моей целью в старших классах было никогда не поступать в колледж. Я тогда думал, что если смогу заработать достаточно денег до окончания школы, то смогу отказаться от колледжа. Вот тут-то я и удвоил, и даже утроил свои усилия по ютубу. После этого я начал зарабатывать несколько долларов в день. В итоге мне все-таки пришлось идти в колледж. Но на ютуб я сделал еще больший упор. Я даже перестал ходить на занятия. Маме, конечно же, я этого не сказал. В общем, пока я учился в колледже, я снимал видео. Именно в период колледжа у меня было больше всего мотивации вести ютуб. Я стал упорнее. Дела пошли в гору. Наконец-то начали расти подписчики, и я смог заработать достаточно денег, чтобы переехать. На тот момент я уже зарабатывал около тысячи долларов в месяц. Я просыпался, работал над видео, потом ложился спать. И так каждый день. Вот такой у меня был гиперрежим. Тогда мои видео были глупые, и занимали они очень много времени. Например, в одном видео я считал до ста тысяч. Никто на ютубе никогда ничего подобного не делал. Я просто считал сорок часов. Итак, погнали. Один, два, три, четыре. Это привлекло тонну внимания. Это одно из моих первых вирусных видео. И тогда меня осенило. Если я буду делать такие необычные вещи, то люди будут меня смотреть. Сто тысяч. Я понял, что если действительно выкладываться по полной и быть при этом уникальным, невозможно не достичь успеха. Я сделаю вещи, которые никто другой не сделает, потому что это сложно. А людям очень интересно на такое смотреть. Ладно, давайте перейдем к более интересным вещам. К моей первой в жизни рекламной сделке с брендом. В общем, со мной связался менеджер одной компании и предложил пять тысяч долларов за видео, что было безумием для меня в то время. Я просто сниму одно видео и получу пять штук баксов. Но я пошел дальше и сказал, что хочу десять тысяч. Он такой, нет, пять это максимум. А я такой, нет. Я хочу взять десять тысяч долларов, пойти на улицу и отдать эти деньги бездомному. И он такой, что, правда? Эй, привет. Я снимаю видео для ютуба. Вон стоит моя камера. Вот возьми, это тебе. Здесь десять тысяч долларов. Это правда. Я не шучу. Видео получилось отличным. Бездомный был счастлив. Рекламодатели были счастливы, и я тоже был счастлив. И так как это видео хорошо зашло, я снова попросил денег и снова их раздал. И тут у меня возникла гениальная идея. Если я буду брать рекламные деньги и раздавать их в видео, то оно будет хорошо продвигаться и окупаться. Потом я заберу деньги с этого видео и раздам их в новом видео. Таким образом, я создам цикл, в котором все ролики будут набирать просмотры. А сам буду использовать бренды для того, чтобы помогать людям и делать их счастливыми. Я тогда был просто в шоке от своей идеи. Я как будто взял и разгадал секрет успеха. В некоторых своих видео я раздавал больше миллиона долларов. Кто-то скажет, что я сошел с ума. Но поймите, я хочу не только зарабатывать деньги. Мне нравится делать уникальные, сложные, сумасшедшие и безумные вещи. Я хочу в позитивном ключе влиять на людей и делать их счастливыми. Так что каждый раз меня заряжают не сами деньги, а то, как я порадую людей своей новой безумной идеей. Понимаете, я не смог бы стать тем, кем стал, если бы ориентировался только на заработок. У меня были совершенно другого рода желания, чем просто желание стать богатым и знаменитым. Именно высшие цели и любовь к своему делу помогли мне выйти на такой уровень. Именно это и помогло мне так много времени удивлять работе и не выгореть. День за днем, год за годом я работал, не покладая рук. И, конечно же, все это привело меня к огромным деньгам. В моем идеальном будущем, в течение следующих десятилетий, я продолжаю зарабатывать сотни миллионов долларов в год. А потом, когда мне стукнет 50, и у меня на счету будут миллиарды долларов, я просто возьму все эти деньги и открою несколько тысяч приютов для бездомных. Вот как-то так. Я знаю только одно. Я хочу и дальше помогать людям. Это делает меня счастливым. Я хорошо себя чувствую, когда вижу, как светятся лица людей, когда вижу, как люди удивляются или плачут от счастья. Это чувство ни с чем не сравнится. Вот почему я этим занимаюсь.